Но вторая новость, которая сегодня пошла о том, что правительство готово поддержать запрет бэби-боксов, который, я бы даже сказал, знаменитый, легендарный сенатор Мизулина внесла зампред комитета Советской Федерации, первый зампред, для того, чтобы анонимно оставляли детей. Вот правительство вроде за, как я слышал, даже и министр нашего с позволения сказать, что у нас там по медицине за госпожа Скворцова, да, ну там, как у нас было Министерство образования, Министерство уничтожения образования и науки, так у нас вообще-то и Министерство, которое нынче здравоохранение, это Министерство ликвидации того, что было со здравоохранением. В советские времена, да, и отсутствие соцразвития, сказал бы я так. Она может чиновник-то и неплохой, она может даже человек неплохой. Да, она оказала помощь, кстати. Помните, смотревайте. Еще одно, не помню. Человек может в какой-то части своей жизни делать что-то хорошее, а в какой-то части своей жизни перечеркнуть это. Так вот, ну, про Астахова, который там говорил про торговлю детьми, я вообще замолкаю. Человек гламурный, квартира в Монако, все хорошо. Ему прям только вот и быть тогда омбудсменом детским. Пробы некуда было с моей точки зрения ставить. А нарушителям, кстати, тут ведь как? Наказывать предложили штрафами до 5 миллионов рублей. То есть, если ты младенчика спасешь, то тебя за это 5 миллионами рублей. А если ты его за ножку возьмешь и в помойку скинешь, то, видимо, ничего. За последние 5 лет в России бэби-боксы спасли жизнь немногих, 47 детей. 47 детей осталось живыми благодаря тому, что эти штуки существуют вроде немного. А вот только за 14-й год, по данным Следственного комитета, убиты были 136 детей в возрасте до 1 года. А еще 4760 младенцев были оставлены матерями в опасности. Ну, это что значит? Можно положить ребенка на пороге больницы, а можно просто на улицу. Можно в мусорный бак, где крысы его будут обгладывать. Можно подстелить под него пеленку и оставить на крыльце у добрых людей. А можно просто положить на асфальт. Можно только в огромной мере, с огромной вероятностью, этот младенчик умрет. Заставить не оставлять младенца нельзя. Просто вы или создадите условия, при которых этого младенца спасут, есть шанс. И он не умрет, и он не простудится, и его не сожрут крысы. Или вы... Это маленький шанс. Из 4760 детей за год. А за 5 лет сколько, а? Ну да, 0,2% от оставленных за 5 лет, считайте, младенцами в бэби-боксы положили. А теперь нельзя, за это будет по 5 миллионов и, наверное, наказание. Последний раз такой прецедент в истории был когда? Помните? Все помнят. Царя Ирода. Так, когда младенца побивали. Это то же самое. Здесь аргументы за, аргументы против неуместны. Здесь нет оправданий таким вещам. И если уж Ирод со времен 2000-летней древности, хотя то был не Ирод Великий, тоже человек весьма жестокий, а его племянник, насколько помню, Ирода Гриппа, ну, какая разница, нарицательным стало слово Ирод с тех пор. И это то преступление, вот убить ребенка, убить младенца, лишить его возможности остаться живым, за которой нет прощения, нет срока давности. Но это означает, люди ушедут в историю. То есть и через 2000 лет их будут помнить, как помнят Герострата, Герострата Васлава, как помнят Ирода. Это так. Есть разный уровень жестокости, но этот меня, конечно, потряс. Я не очень умный человек. Меня многое удивляет, расстраивает в этой жизни. Меня до сих пор дико расстраивает под фанфары и барабонный бой принятый закон Димы Яковлевых. Ну, опять, потому что там воевать с американцами я готов. А запрещать ребеночку, родителей получить, я не готов. У меня жестокости на это не хватает, подлости не хватает на это, совести. Ну, вот не такая гибкая, как она должна была. Я просто считаю, что это инфамит. Вот нельзя. Вот есть вещи, которые нельзя. Там нельзя наркотиками торговать, нельзя свалки устраивать, губя природу, нельзя лес вырубать так, как это делается, нельзя родину продавать, нельзя детей подставить. Я считаю, что это нельзя. Ну, поэтому я человек глупый. Политикой не занимаюсь, как всякий дурень в список Форбса в первые сотни не попал и никогда не попаду. И никогда в жизни не попаду, конечно, в правительство. Не стремлюсь к этому. Потому что если мне там придется принимать такие решения, зачем оно мне? Да я проклят буду во веки веков. Я не знаю, есть ли Бог. А знаете, как Аристотель говорил, что те, кто не хотят заниматься политикой сами, рискуют, чтобы ими управляли другие. Менее достойные. Это решение меня толкнуло на нехорошую мысль о том, что я начал понимать эсеров дореволюционной пары. Я начал понимать тот уровень отчаяния и ненависти, который приводит к единственному решению. Ты ничего не можешь сделать. И понимаешь, что ты ничего не сможешь сделать. Кроме как пойти и при, заметьте, большой поддержке общества отработать этих ребят, как бог черепаху. Это и экстремизм. Конечно, и кончилось это распадом страны и жуткой крови. Но тот уровень холодной ненависти, который люди возбуждают к себе, ко всем тем, кто вокруг них, вот мне понятен зашкаливающий, который приводит к революциям, к бумтам, к смене власти, к тому, что воспринимают, да кто бы ни пришел, пусть будет лучше. Вот прям туда это работает. Мне интересно, на самом деле, вот я редко же провожу какие-то вопросы, задаю почти никогда. Ребята, а вот кто нас слушает? Значит, Baby Box это такой ящичек, в который вы, если вы уж решили отказаться от своего ребенка, приведет в больнице, можете этого ребенка положить, младенца подкинуть, и этот подкидыш там останется в безопасности. Но, по версии сенатора Мизулина, это нарушает подписанные нами, что самое трогательное, международные соглашения. Статьи 6-9 и 19 международного договора. А? Классно! То есть Baby Box нарушает статьи, подписанного нами, за какого-то дуру, международного договора. А чего они там младенца спасают, это не важно. Ребята, кто считает, что Baby Box нужно отменить, и с этим в пользу сенатора Мизулиной, международного договора, то вот сейчас расскажут как. А кто против и считает, что может быть все-таки их оставить и дать возможность младенцам выжить? Давайте проверим уровень нашей собственной жестокости. Да, 5-5-3-3-3-1 отправляйте. Если вы считаете, что нужно запретить Baby Box, а 2, если вы считаете, что нужно разрешить. 5-5-3-3-1 запретить, 2 разрешить. Все, голосование пошло, Евгений. Я просто при этом понимаю одну простую вещь. Подкидыши были всегда. Нет ничего хорошего, когда подкидыш лишается родителей. Ничего. Но вся мировая практика, церковная, какая угодно, пыталась спасти этих детей. Ну, как-то так было. Были ящики при церквях, на самом деле, куда клали под... Если уже не есть ситуация, при которой вы, ну, вот не можете, а вы не можете это остановить, это есть практика, как тысячи людей, которые... Маленьких людей, которые теряются каждый год, вот около 7 тысяч несовершеннолетних, да, пропадают там, и далеко не всех находят. То тогда, ну, как-то хочется, чтобы это по-человечески было. Ну, может, не хочется. Мне тут очень трудно сказать. Но как-то вот... Я пока так... Я просто ошалел, когда я это услышал, честно говоря. У меня была большая надежда, что это какая-то чушь. Что этого не будет. Что, ну, правительство, по крайней мере, ну, мало ли кто, какую информацию выдал. Ну, нельзя же до такой степени озверевать. Ну, так я на это надеялся и с усыновлением детей. Потому что это же дети. Как же так? Не по-человечески это как-то. Не понимаю. Не понимаю этих людей. Честно говоря, не понимаю. Ну, я же говорю, я дурак. Чего мне понимать? Старый, злой, бородатый. И умнее уже точно не стану. Ну, и, наверное, слава богу. Ладно. Но это так. Я извиняюсь за то, что мы не обсуждаем там то и сё и по Ближнему Востоку, и про Шамона Переса, и про как нас сирийские война там идёт, и как нас американцы гнобят. Это всё понятно. Это мы тоже, конечно, поговорим. Но есть человек не в состоянии милость проявить к брошенному младенцу. А зачем мы тогда? Это не вопрос, зачем дорога, если она не ведёт к храму. Помните фильм такой был «Покаяние» Буладзе? Это вопрос, а у нас чего? Храм будет на костях и из костей детских? А вместо водички в цементный раствор детские слёзы? А кому такой храм нужен? Как вы, интересно, вот ваша мысль пришла к этому. Понимаете, в чём дело? Есть аналоги. Есть аналоги. Ацтеки приносили младенцев в жертву. И взрослых приносили в жертву. У них культура такая была? У них была такая зверская цивилизация. У финикийцев младенцев вполне себе хоронили в пользу бога Мордука и живьём хоронили, а кого-то и запекали. Ну да, древность это вещь такая. Ты первенца пожертвуй и будет тебе благо. Но уже у древних евреев знамятое жертвоприношение Авраама-то. Помните, чем было? Да, его заменили. Ну, не вынес Господь этого зверства и заменил. Да, ты готов? Ну так. Ну вот и здесь я, честно признаться, не очень понимаю. Ну, зверство это, нехорошо это. Мы и так уже в какое-то такое средневековье падаем. Вон, кто хочет посмотреть, к чему это приводит. Герман старший снял «Трудно быть богом» 1 октября пойдёт. Вот на что я книжку «Трудно быть богом» идёт? В телевизоре, по каналу «Культура». Я очень люблю Стругацких. Я, трудно быть богом, на цитаты в своей жизни разобрал, но я не могу смотреть этот фильм. Мне страшно становится, честно говоря. Вот от того, что-то... Мы чего, идём туда? Ну, тогда это очень интересно. А там, помните, чем это всё кончилось? Вынул Румата меч-кладенец, плюнул он на запреты развитого коммунистического общества и пошёл им махать туда-сюда. Помните? Прорубился на дворца, да на Рэбу тоже там нашли. Стругацкий. Такая была замечательная пара. Ну, как-то вот так. А дальше посмотрим, подведём итоги, посмотрим, к чему это всё. 5533 Вести. Я напоминаю, у нас идёт голосование 5533 Вести и 1 отправляете, если вы за запрет бэби-боксов, 2, если вы за разрешение. Ну, мы обсуждаем, с моей точки зрения, наиболее животрепещущую тему сегодняшнего дня, поддержку правительством, о которой сказано, запрета на бэби-боксы, потому как оно право-чегоречит двум пунктам какого-то международного договора, без которого вот никак нельзя. И сенатор Мизулина вся прям за то, чтобы их запретить. И, соответственно, чтобы не было никакого шанса спасти младенцев на легальных основаниях. А кто, не дай бог, супротив этого запрета спасёт, того рублём 5 миллионов. Поставил ящичек у больницы, чтобы младенчик живой был, 5 миллионов тебе. Ну, понятно, 5 миллионов это какой-нибудь роддом, он просто остановится. Те из бюджета вышибут так. Ну, то есть, по-доброму так, по-доброму. И вот вопросы, как голосуют наши радиослушатели. Вот, идёт голосование. Ну да, значит, один это за что? За запрет. Два за разрешение. А два это пусть будут, и младенцы выживут. Да. Беспониз� спрашивать при этом, вот у нас и приходит СМС, а почему нельзя донести до роддома, а почему то, а почему это? Человек, который родил, ну, понимаете, а почему нельзя перестать пить за рулём, а почему нельзя запретить бить детей, а почему нельзя запретить бить жён, вот чтобы это... У нас, кстати, есть же такая тема, что семейное насилие... Мы первые в мире. Официально. Нет, что семейное насилие это не насилие. А, Это не насилие, это порядки такие Это как, домострой А вы не в курсе, кто это продвинул? Нет Догадайтесь с трех раз Я боюсь, что мы сейчас опять перейдем на наши любимые Я боюсь, что это все тот же сенатор Конечно Я иногда с нее дурею Потому что Ну я, конечно, все понимаю Ну я только не понимаю Почему у человека, который так сильно выступает За нашу высокую мораль Сын живет и работает в Бельгии Этого я не понимаю Вполне спокойно, женат на испанке Фирма только такая странная Все упорные источники утверждают Что это фирма, которая поддерживает ЛГБТ-сообщество То есть, по-русски говоря, гомосеков Прям такой флагманный чемпион Этого движения в этой самой Бельгии Это странно Но Отто фон Штирлиц ведь тоже работал В такой фирме под названием СС Помните? Вы думаете, для того, чтобы работать в Бельгии Будучи сыном главного ревнителя морали Нашей страны И живя там Нужно непременно замаскироваться Под структуру Которую, ну, как минимум По всем сообщениям Вот, которые можно о ней найти Называют основным местом Трудоустройства гомиков, что ли? Я не могу ничего исключать, Евгений Я все не могу исключать, конечно В этом мире Я не могу даже исключать Что писающий мальчик сейчас оживет И придет к нам пописать сюда В Москву Но потому, что в Брюсселе он стоит, стоит Он же в Брюсселе стоит, кажется Или в Антварпене Или в Амстердаме Нет, нет, в Брюсселе, по-моему В Брюсселе Ну вот Я не могу исключить ничего Я могу только понять, что В самых зверских обстоятельствах На младенчиках-то чего? Ну, вот чего? За что их-то? Вот даже если совсем озверели Они чем виноваты Они же ничего никому еще не сделали А если им не дать шанса выжить Так и не сделают И говорить Не, ну пусть эта самая плохая мать Она донесет до роддома Да откуда мы знаем, где и при каких обстоятельствах Она его родила Пусть она хоть куда донесет Только лишь бы он цел остался Она не может допустить, чтобы ее зафиксировали Может ее там убьют Вот есть такие убийства чести Они что, только у африканцев Или у арабов Или у пакистанцев Они и у нас есть Или еще что страшное будет Ну, ладно У меня вообще складывается ощущение У меня складывается ощущение Что под Странное, тяжелое ощущение Что под флагом борьбы с педофилией Настоящей педофилией С теми растлителями и мерзавцами Про которых я говорю Кастрация Не химическая Настоящая То есть, чтобы больно было Да мне боль Не важно Просто, чтобы его кастрировали навсегда Хоть смертная казнь Если это сопряжено с чем-то Непожизненное заключение Смертная казнь За особо тяжелые случаи Это я понимаю Тут меня никой Опять же, мы подписали конвенцию С европейцами Да плюньте вы на вашу конвенцию С европейцами Вы защитите детей Вот это я пойму А то Тут прям все в одном флаконе Здесь пишем Здесь рыбу заворачиваем Здесь мы цивилизованные Цивилизованные европейцы То есть Наказывать вот правильно И казнить Этих негодеев Очищая от них общество Это нельзя Чтоб с ними бороться Мы будем выставлять патрулей Просто поперек всех законов Чтобы На выставку там фотографий Не имеющих порнухи Никакого отношения Нельзя было пройти Классная пиаровская акция Ребята так смотрятся Форма аж прям свежая Такая форма Не поношенная То есть явно Не помятая На патрулировании Каких нибудь притонов Мне-то в моей жизни Доводилось этим заниматься Я ловил педофилов В 80-е еще годы В горштабе оперотрядов Ничего не надо было специального Было МВД КГБ Оперотряды Дружина А как на живца Ловили педофилов Меня трудно назвать Ну вот Тесак Знаете На живца Ловил Патрулировали районы Где паслись Федофилы Прекрасно Это все знали А как вычисляли Ну в поличном ловили Или как Когда хорошо Патрулируешь Когда пытается Ребенка Который идет Из дворца пионеров С кружка На Ленинских горах Вдруг вылезает Из кустов Какой ни на есть дядя А ему сразу Оп в лобешник Да там не только Там по разному было И он пытается С этим ребенком Начать заговаривать Или Демонстрировать себя Красавца Есть же еще Вояризм Или много чего другого Ой как было Институт стали и сплавов Это наш район Там А Дмитрий Ульянов Мы патрулировали Реально это все И ничего А сейчас-то По социальным сетям Да это вообще Одно удовольствие Их вычислять И вылавливать Разве нет Как два пальца Опысать И педофилов И наторкоткарговцев И дохантеров И кого угодно Я уж не говорю Про этих Спайсов Которые просто Даже от Большого ума На асфальте Себе Большими буквами Маркетинг Маркетинг Да-да Продажа наркоты Да-да-да Еще раз говорю Одна радость Их ловить сегодня Их иногда закрашивают Эти номера Но у нас в основном Вот недавно Портрет Людмилы Гурченко Закрасили Которые помады Нарисовали на стене Но он правда Проступил А в Питере Закрасили Чего угодно Да Ну зря А в Питере Закрасили Вот например Там Наги В человек С крепким Брутальным Лысым черепом Но С жестким Мужским словом Все сказал Местным чиновникам Которые покрасили Портреты И его И не его Какие-то В виде шаржа Какие-то Что-то Мутно-желтое Цвета рвоты Видимо для того Чтобы было веселее Такой вот Суицидальный цвет Ну Да По Достоевскому Почему Ну вместо того Чтобы город Который по определению Под мрачноватым Северным небом Расцветить В стиле Праги Будапешта Вены Или чего-нибудь Другого Местные художники Постарались Ну они чтобы Да правильно По регламенту Так вот Начали мы тему И Я надеюсь Что слушатели Скажут свою точку зрения Нам говорят От этого толку не будет Все что было То и будет Да Все что делалось То и делится Все что будет То и будет Но при этом Слушатели Слушают И разные начальники Нас слушают И чиновники Слушают И начальники Чиновников И чиновники Начальников Иногда прислушиваются Бывает разное Конечно Это отдельная тема Надо сказать После вчерашнего эфира Уже было Нескозвонков Из Совета Федерации От людей Которые Сильно были За То что мы обсуждали Видимо Их очень сильно Достала Эта ситуация Им как-то Очень сильно Неудобно Пребывать В той же самой Структуре Потому как Они чувствуют себя Абсолютно Идиотически Люди Нормальные Ну Совершенно неважно В каких они были Партиях Да вот просто Ну люди и люди А иначе Мы же совсем Оскотики Нельзя так Правда Нежелательно Ну нехорошо Ну вот и попробуем Выгрести Может вместе Юдас Один Если вы За запрет Бэби-боксов Два Если за то Что нужно Их оставить Так вот У меня складывается Впечатление Что Та Мафия О которой Так часто Говорят Все Кто Говорят Педофильская Порно Мафия Есть Так же Как есть Мусорная Мафия Так же Как существует Мафия Которая Вырубает Насмерть Все Чтобы китайцам Или финнам Кругляк Слить Вот есть У нас прям Мафия Бессмертна Это все Имеет Место Быть У меня Существует Ощущение Что Вот ровно Те люди Которые Нас учат Жить В какой-то Из этих Группировок Они слишком Настойчив Учат Нас жить Они слишком Громко Говорят Они Слишком Назойливы Они Слишком Демонстративно Прикрываются Традиционными Ценностями Может их проверить Самих На что Проверить На наличие Контактов А То есть Они может быть И сами Да Я как Меня узнаю Совершенно Я просто Помню Что Замечательный Ярко-рыжий Депутат Большой Православный Борец Со всем Чего Можно Делать Он даже От большого Ума Собирался Эмбрионом Там Права Человека Или Права Гражданина Вручать Да Ну Но я Помню 90-е В Питере Я помню Либерала Демократа Помощника Галины Старовойтовой Помощника Марины Салье Которая Прям Воевала Требовала Придать Строгому Народному Гневу Вице Мэра Питера По Международным Делам Путина Владимира Владимировича Ох Как хорошо Помню Чего она Про него Писала Какие Досье Распространяла Я помню Этого человека Их Помощником Я помню Его Отнюдь Не православным Но Евангельским Христианином Протестантом Баптистом Что ли Слушайте Но христианином Я помню Его В гейтусовке В голубой Голубой Голубей Не бывало И его Помнят В таком виде Половина Питера Которая На эту Тему Чего-то Интересовалась В этом Блоне Когда этот Человек Начинает Уже На другом Уровне Уже Не на Городском Где Были Чего угодно Там Требования Придать его Психиатрической Экспертизе Требования Выгнать Из Думы Города А он Теперь На федеральном Уровне Зая Прям Такое Господи Рыжая Питерская Вот Счастье Наше Причем Меня Вчера Поправили Я-то Думал Штанкевич Из Питера Мне говорят Из Москвы А если Так Получается Бог Троицу Любит Значит Нам Еще Третье Явление Ждать Такого Типа Из этого Города Север Опять Нам тут Говорят Про Либералов Вот Они все Против нее Которая Инициатор Запрета Бэби-боксов Побойтесь Бога Ребята Биографию Посмотрите Там Партия Яблоко Ближайший Был человек К Явлинскому Ух Какой Либерал А потом Из яблоко Куда Человек Пошел Да В СПС Никто Не хочет Посмотреть Ну Мало Кто Понимает Разницу На самом деле Между Разница 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 Есть такое Ощущение Я У меня Что Либералы Бывают Очень Разные Консерваторы Бывают Очень Разные Может я Либеральный Консерватор Или Консервативный Либерал Я вообще Не понимаю Честно Говоря Просто Не понимаю Этого Раздела Жулик Не жулик Умный Дурак Подлый Честный Все Нормальный Человек Да Неважно Мусульманин Он Христианин Атеист Буддист Шаманист Или Вурдалак У меня Такое Ощущение Что Тут Лукьяненко Прав Со Своими Дозорами И В Светлом Дозоре Бывает Черт Те Кто И В Темном Дозоре Бывают Нормальные Вот Как-то И Поди Его Разбери Ну Хорошо Книгу Написал Со Всеми Ее Продолжение Действительно Вот Как Жизни Так Мне Очень Хочется Чтобы Человека У нас Судили И Рядили И Ставили На Те Или Другие Посты Не В Отношении Принадлежности К Той Или Другой Лоббистской Группировки А По Профессиональному По Его Профессиональному Статусу Он У него Мозги Есть Или Нет Он Умеет Или Не Умеет Разбираться В том Или Другом Вопросе Он Вообще В состоянии Справиться С темой За которую Берется Или С работой Которую Необходимо Делать На посту Который Он Занимает Или Нет А то У нас Как не Посмотришь Амбудсменов Как собак Нерезанных Вопрос Чего Надо Делать И Они Делают Это Или Нет Или Пиарят Себя Или Имитируют Буйную Деятельность Или Докладывают Президенту Полное Вранье Которое Не соответствует Никакой Действительности Вот Как Тут С этим Не Знаю И Вот Прямо Эти Подсолнухи Прорастают Из каждого Чертополоха На каждый Пост Сколько Можно Откровенно Говорю Настохорошило Очень Сильно Что Касается Того Как Надо Изучить Биографию Каждого Из этих Народных Избранников Или Демонстрирующих Своё Героическое Желание Улучшить Нашу Жизнь Их же 450 И спроси Их всех Не изучишь Прошерстить Надо Всех Потому что Там есть Потрясающие Ребята Там есть Ветераны Войн Там есть Разведчики Там есть Ну действительно Блистательные Люди В своей Профессии И в этом Качестве Я скорее Доверю Человеку Высокоморальному Кем бы он Не работал Управление Страной Чем человеку Который просто Предъявляет бумажку Что он там Юрист Ну и что Что он юрист Ну Я законник Да мы видели Разных юристов Видели юристов Которые Действительно За закон А видели Юристов Которые За гонорар И этот закон Затопчут Вместе с теми По поводу Кого По идее Закон Должен Защищать Это называется Логер Почему Американцы Ненавидят Политиков Журналистов Юристов Но у них Знаете Больше всех В мире На душ Население Мне кажется Что есть проблема Хочется Чтобы за эту Проблему Все Конечно Взялись Только я знаю Одно Человек По вине Которого Погибнет Хоть один Младенчик Он проклят Он может Отбивать Любое количество Молебнов Неважно В каком храме Он может Быть Чего угодно Вот Говорить Или на каком угодно Будет постой Проклят он Не его близкие Не его дети Но он точно Проклят Богом Людьми Не знаю Нет у него Дороги В царствие небесное Это я знаю Точно Он-то может Думать Конечно Чего угодно Но еще раз Повторяю Народная традиция Сохранила имя Герострата И сохранила имя Царя Ирода Не случайно Совсем не случайно Человек может быть Замечательным Он может Стараться Если От его стараний Погибнут дети Все Хана Осиновый кол Ну как-то Вот так При этом Ну очень бы Конечно Хотелось Чтобы Начальство В любой Организации Занималось тем Чтобы страна Жила добрее И лучше Светлое будущее Бывает А то Еще раз повторю Мне кажется Говорил уж не раз Что мы строим Не светлое будущее А темное прошлое Мне кажется Что Вот как будто Эти люди Вспомнили Про Рыльгана Который называл Нас империи зла И они прям Решили сделать так Чтобы мы Ей Наконец Стали То есть Они работают На имидж Это хорошо Это последовательно Знаете У меня такое впечатление Что они Под именем Бога Работают На дьявола У меня такое впечатление Что там Кисточка на хвосте Качается Какие-то рожки Прорезаются И копыта И что-то очень сильно От них серый Несет Вот мне Это кажется И Я как-то Вот не вижу В этом Ничего Позитивного А то что Ну видно Что Ханжи Видно Что врут Видно Что в случае Необходимости Меняют партии Как перчатки Мнение Как перчатки Чего-то этого хорошего Мы знаем Что всплывает Поверх проруби Мы знаем Что Поверх нее Плавает Правда Правда Вот Может быть Не быть Таким И этого Уже Достаточно Ты зла Не сотвори На стеле Одного из древних Володык Написано Было Выбито Уж не помню Иероглифами Или клинописью Чего он там делал Что Сироты И вдовы После него Не размножали Что не обижал Он их Достаточно Не сделать Другим Зла Не делай Другим Того Чего Не хотел бы Ты От них Для себя Сказано Было Гелелем Вторым Нет Это Гелелем Вторым Было Сказано По поводу Библии Там Вот Кратчайшее Содержание Хорошая Между прочим Идея А теперь Если можно Штабс-капитан Огласите Результаты Голосования Кто у нас И сколько Ну кто За То Чтоб запретить Бэби-боксы Кто против И сколько Голосовало Да Проголосовало Значит Тысяча Шестьсот Два Человека 93 С Половиной Процента За То Чтобы Бэби-боксы Разрешить И Шесть С Половиной Процентов За То Чтобы Против Я думаю Поскольку Мы на Вестях ФМ Мы не на Голосе Америки Мы не на Радио Свободы Мы не на Эхо Москвы Здесь Вряд ли Можно Обвинить Аудиторию В том Что Она Прям Вот Против Начальства А поэтому Она Голосует За Это Все Под Наветом Запада Тем более Нам Говорят Что Это Все Исключительно Чтобы Выполнить Условия Каких Там Двух Пунктов Которые Кто-то Подписал С Международным Сообществом Надо Вот Пункт Ну да Надо же Как-то Перевести 93 И 7 Там Сейчас Скажу Еще раз За то Чтобы Бэби-боксы 93 3,5 За то Чтобы Младенчики Имели Возможность Даже Если Они Несчастные Брошенные Подкидыши Символизируют Для этих С моей точки зрения Вурдалаков Амуральность Но Они Младенцы И Они Точно Ни в чем Не виноваты Я не знаю Прислушиваются Ли К этому Может И Нет Но Я знаю Что Мы Про это Все Сказали Большое Спасибо Всем Тем Кто Голосовал Я сделаю Все возможное Чтобы Начальство Если Которое Не слышало Ну Вообще То говоря Услышало Как За это Как минимум Голосуют Радиослушатели Радиослушатели Радиослушатели